Здравствуйте! Сегодня гость нашей студии, глава городского округа Владимир Петрович Ружицкий. Здравствуйте! Добрый вечер, здравствуйте! Рада, что вы снова с нами. Тема нашей программы сегодня о том, что было сделано летом. Дозванивайтесь к нам в студии. Телефоны прямой линии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 50. Также на данный момент ведется онлайн-трансляция на нашем сайте 3WLRT. И под диалоговым окном вы также можете оставить свои вопросы. Помимо этого в сети Instagram в нашем аккаунте LRT TV вы также можете оставить свой вопрос. В течение эфира я буду их проверять, смотреть. Владимир Петрович, еще раз здравствуйте! Очень приятно, что вы снова в студии с нами. Мы, так сказать, открываем череду осенних эфиров, нового телевизионного сезона. Вот после лета давайте поговорим в программе, что было сделано за лето. Но все-таки начать хочу с 1 сентября. Все-таки это такая дата, когда и радостно, и печально. Потому что, ну, печально, потому что как бы пришла осень, а радостно, потому что школа все-таки снова наступила. Вот как прошел 1 сентября в наших школах, я предлагаю посмотреть сюжет. Хорошо, давай. Были ли какие-то изменения, традиционно ли было, либо какие-то новшества произошли. Давайте посмотрим и увидим сами. Хоть в столице учебный год и начался с понедельника, подмосковные школы провели линейки по традиции 1 сентября. В субботнее утро мамы, папы, бабушки и дедушки проводили своих больших и маленьких школеров на первый урок. А сами ученики готовы с первого дня усердно постигать премудрости наук. Активно провести этот год, участвовать в олимпиадах и в жизни школы, во всяких концертах, выступать и в спортивных мероприятиях. Двойной праздник отметила Люберецкая гимназия номер 16 «Интерес». В рамках традиционной линейки прошла церемония открытия второго корпуса гимназии «Вектор». Уже сейчас можно заметить, что название «Говорящее». Даже первоклассники выбирают успешное направление в жизни. Кто завалит, я тому все золото буду отдавать, когда стану президентом. Кстати, первоклассники – главные гости на празднике знаний. Для них почетное место на линейке и приветствие от старших товарищей. Но и в долгу эти малыши не остаются, ведь еще одна традиция начала учебного года – слово первоклашек. Здравствуй, школа! Познакомьтесь! Мы ваш новый первый класс! Воздушные шары, банты, строгая форма, песни и стихи. Без этого не обходится ни одна линейка. А вот в кадетской школе решили добавить изюминку в традиционный сценарий торжества. В самый первый день учебного года прошли эвакуация и открытый урок по пожарной безопасности. Ведь от беды никто не застрахован, даже в праздник. Телефон спасателей и пожарных – 0,1. А сейчас трехзначные дети запомнят число. Трехзначные – 101. Тем не менее, как бы ни были похожи друг на друга все школьные линейки в жизни человека, каждая все равно откладывается в памяти. 1 сентября 2018 года 32 тысячи люберецких школьников сели за парты. И каждый запомнит этот день по-своему. Александра Томи, Мария Кузьмичева, Александр Дегурко, Денис Михайлов, телеканал ЛРТ. Ну вот у нас более 32 тысяч учеников сели за парты 1 сентября. Каждый год, у нас учебный год начинается с того, что, по крайней мере, последних несколько лет, что открывается новая школа. В принципе, это 1 сентября не стало исключением. И, в принципе, новой школой ее можно назвать, хотя это новый корпус к 16-й гимназии. Хотя, если учесть численность на количество учеников, да, 1100 и запросто можно называть школой. Вот как вы, ну, вы были на приемке, вы видели этот корпус. Как вы считаете, каково оснащение там? Ну, я скажу, может быть, более широко. Суть в том, что мы ежегодно принимаем одну-две школы. Вот мы за последних пять лет сдали девять школ. И нами осознанно, сознательно было принято решение, вот эту школу, это отдельная школа, было принято ее как бы присоединить или сделать филиалом школы интерес или гимназия номер 16 интерес. Этот корпус назвали «Вектор», потому что это дает возможность для руководителя школы, для директора школы, для учительского состава. При этой школе есть и детский садик. То есть это немножечко как бы другая, получается, другая система управления, другая форма управления. Есть возможность, скажем, делать группы из учеников и по интересам, что очень тоже важно. Поэтому это сделали мы осознанно. Что касается, я уже сказал, в этом мы сдали за пять лет девять школ. Это, я вам скажу, 6 тысяч 15 мест. Это количество школ, в принципе, для среднего города России. И в этом плане «Люберцы» очень активно развиваются. Что касается школы и этих школ, которые мы строили в последние годы, мы в начале стройки, скажем, на уровне фундамента пытаемся найти директора. И за этой школой закрепляем директора, который начинает отслеживать весь строительный процесс, особенно когда уходим в систему или на стадию отделки, где уже директор школы подбирает себе завхоза, школы. И мы отслеживаем. Это, наверное, правильно. Это то же самое, когда ты делаешь ремонт, строишь квартиру, что-то еще строишь. И заканчивая розеточной группой по классам. Потому что, понятно, есть кабинет физики, а есть кабинет литературы. И это разное оснащение. Более того, вот в этой школе, я по памяти, там более 50, 52 или 53 интерактивные доски. Более 160 компьютеров. Это все закуплено. Это не просто закуплено, а все эти закупки сопровождались согласованием с руководителем школы. И там Снегарева Ирина Валерьевна, она входит в число лучших директоров Московской области. А гимназия 16, она входит в топ-100 лучших учебных заведений области России. Тут, конечно, хочется сказать, что у нас впервые 7 школ лучших 100 вошло в Подмосковье. Конечно. Более полутора тысяч, по-моему, в Подмосковье всего образовательных учреждений. И вот наши 7 вошли в сотку. Это, я считаю, очень хорошая цифра. Это да. В прошлом году было 2, в этом году уже 7. Катастроф, 16. В прошлом году. В гимназии 16 гимназии было и в прошлом году, и в этом году. Поэтому, когда, скажем, стены формируются, то очень важно, что в этих стенах находится. Потому что когда заходишь в школу, то в школе все должно радовать. Более того, мы за эти годы чему-то научились, и когда идет проект школы, мы всегда проект согласовываем. Поэтому все проекты последние, которые мы школы строили, они сдавались, и они переходят в собственность муниципалитета, это просторные классы, это широкие коридоры, это высокие потолки. Я вам скажу, в этой школе, значит, столовая на 450 мест. Актовый зал, 650 мест. И это огромное пространство, это по сути, ну, 650 мест, у нас дом культуры, который центральный дом культуры, у нас в Люберцах, там тоже 600 мест. То есть, это школа, и это хорошее оснащение, хороший звук, хорошее оснащение, и в целом стулья, они хорошего качества, как в концертном зале. И это хорошая школа. Я уже не говорю о том, что мы все эти кабинеты такой направленности, физика, химия, там, литература, биология, все они оснащены соответствующим оборудованием именно по профилю. Более того, эта школа, она специализируется в двух направлениях, физико-математическое направление и медицинское. Более того, в гимназии 16 мы в этом плане способствовали, есть соглашения заключенные с первым мединститутом, где именно преподаватели мединститута приезжают и читают уроки, школьники имеют право, и такие экскурсии проводятся. Дабы в перспективе ученики школы, ну, кто успешно школу заканчивает, мы даем такие направления, чтобы они могли, скажем, немного с каким-то таким, скажем так, послаблением, что ли, поступить в медицинский вуз. Впоследствии, чтобы эти люди возвращались к нам в Люберце и работали в сфере медицины, потому что у нас есть сегодня востребованность в медицинских работниках, и наши жители об этом знают. Поэтому мы сегодня на стадии, скажем, именно школы пытаемся до наших ребятишек достучаться, как-то объясниться, и чтобы наши молодые люди шли учились, а впоследствии приходили к нам в город, в наши поселки, работали в области здравоохранения. Я уже не говорю о том, что там есть и спортивные залы, есть залы, где можно заниматься хореографией, где можно заниматься по интересам. То есть, более того, там даже есть своя типография и оборудование закуплено. То есть, сегодня эта школа такое мини-хозяйство со всеми атрибутами для такой отдельной деятельности, где можно, если телестудия, где есть типография, все, понимаете? Поэтому я оцениваю, что вот наша гимназия 16, я думаю, что это учебное заведение сегодня, ну, я за свои слова отвечаю, оно одно из лучших не только в Московской области, но и в России. Потому что, и самое главное, там хороший педагогический коллектив, очень замечательный, я оцениваю, такой талантливый руководитель. Я думаю, что она не зазнается после вот таких сегодняшних моих слов, но она реально, она живет в школе, она думает о школе, она думает о коллективе, и поэтому все там движение. И мне там было приятно и быть, и присутствовать, и я сказал слово благодарности строителям. Хотя, конечно, когда мы подобные объекты возводим, неважно, это школа, это садик, либо там мы и больницы, и поликлиники занимаемся, ремонтами и строим. Это всегда со строителями иногда требует крепких каких-то выражений, потому что понятно, что строители, кто имел с ними отношения, это хорошие люди. Но всегда у них свой взгляд на то, что происходит, но у нас свои требования. И надо как бы найти вот эти точки соприкосновения, и чтобы объект получился хорошим, добротным, и чтобы там люди радовались. В частности, вот этот, скажем, корпус гимназии 16, мы назвали вектор, да, вот этот корпус 16 гимназии, он получился, ну, хорошим, красивым. Я думаю, надо туда дух, да, такой хороший, я думаю, преподавательский состав несет, и у школы большое будущее. Я думаю, тем ребятам, которые учатся, и пошли учиться в эту школу, повезло, хотя я оцениваю, что у нас 40 учебных заведений, и каждая школа по-своему хороша. Я вот, если коснулись мы образования, вот в этом году, мы сейчас приступаем к капитальному ремонту 22-й школы, это деревня Токарева. Там где-то 100 учащихся, маленькая деревенская школа, были в свое время некоторые, я не буду сейчас называть фамилии, воззрения, что типа ее закрыть, и там где-то ребят возить, что абсолютно неправильно. Да, мы пошли на то, что школа функционирует, маленькая деревенская школа, но она тоже очень уютная, со своей историей, со своими традициями, с очень хорошими преподавателями, людьми. И там своя история, и своя школа, мы сейчас ее капитально отремонтируем, я думаю, где-то к концу года, она заиграет новыми красками. Понятно, есть школа 1100, а есть просто 100 человек, разные, скажем, объемы с точки зрения учащихся, но с точки зрения получения знаний, скажем, традиций, доброты такой внутренней, эти школы, они ничем не уступают вот этой гимназии 16. Поэтому у нас каждое учебное заведение, у нас их 40, оно со своей историей, и оно добротное. Я оцениваю, что в плане люберецкого учительства, ну, я думаю, что тоже оно занимает первые строчки в Московской области и во всей России. Ну вот мы про школу поговорили, но вот вы знаете, за последнее время ведь еще и садики у нас новые открываются. И вот в этом году у нас стали появляться ясельные группы, потому что, ну, вот обычно сколько там, с трех лет брали деток, а по сути декретный заканчивается в полтора года. И вот куда ребятенка додевать? Ну и вот, слава тебе, Господи, в полтора года теперь можно оставить ребенка дома и мамечке. Смотрите, вот мы опять же можем подвести какие-то итоги, потому что, чтобы кто ни говорил, мы же по-разному к власти относимся. И мы все люди, и мы зачастую власть критикуем. И я скажу в этом, в этих вопросах, и я не исключение, хотя я нахожусь в муниципальной власти, и мы рассуждаем. Но если говорить откровенно и по справедливости, ну, условно, потому что каждого своя справедливость, я стараюсь быть объективным, и то, что происходит в последние годы у Московской области, ну, не заметить нельзя. Перемены в целом во всем видны, мы же ездим по другим городам, и Подмосковье, и России мы наблюдаем. Динамика области, она наметилась такая ярко выраженная, очень четкая, и все такое в плюс. Поэтому мы за последний год, за пять лет, я уже сказал, девять школ, а за последние пять лет 21 детский садик. Я по памяти помню, это порядка 3520 мест в детских садах. И мы, в принципе, ну, я должен сказать, что мы все годы стремились как-то отслеживать, и чтобы было соответствие строящегося жилья к количеству социальных, скажем, объектов. Это сады, школы, и мы даже в такие не самые хорошие годы, когда были очередя, и в том числе в Юберсах были очередя в детской саде, но мы по обеспеченности, вот, ближнем Подмосковье, мы занимали первую строчку, потому что мы были самыми обеспеченными, самой обеспеченной территорией по детским садам. Но, тем не менее, мы вместе с областью тоже рванули, и за последние пять лет, я уже сказал, было построено 21 детский сад, 3520 мест. Мы только в августе месяца вот этого года, мы сдали два детских садика. Ну, это не ходят эти, скажем, сады в это число, что я перечислил. Вот детский садик на 180 мест, 35G, это такой, скажем так, инвестиционный детский садик. И детский садик... Это в Люберцах, да? Это в Люберцах, да. В Люберцах, да, 35G, улица Кирова, да. И второй детский садик мы сдали поселок Калинино, 180 мест. Это уже бюджетный садик, там где-то процента 80, это деньги Московской области. Значит, я зашел с этим вопросом к Андрею Юрьевичу Воробьеву, губернатору, где получил полное одобрение, и нам были выделены средства, значит, на строительство этого детского садика. Более того, где мы построили детский садик, мы снесли два жилых дома, там порядка 31 жилой семьи, и порядка большинство это проживали в коммунальных квартирах. И мы это все расселили и построили детский садик. И именно ту территорию, значит, поселок Калинино, мы обеспечили тоже местами детском садике. Но я вам скажу, если, ну, даже года, ну, 3-4 назад, у нас, я не знаю сколько, там меньше тысячи, там где-то мест 800 было для ясельных групп, это от 1,5 до 3 лет. То я вам скажу, где-то, мы полностью где-то в году 16-м обеспечили всех до 3 лет, вернее, старше 3 лет, всех местами, всех детей обеспечили местами. Но сегодня, вот на сегодняшний день, у нас в ясельных группах где-то более 2 тысяч детишек уже сегодня. Мы, это число растет. И если это запрос, где-то сегодня у нас, мне говорят, где-то там 220-230 человек, вот именно в ясельной группе, и мы будем эти вопросы тоже решать. Я вам скажу, до конца года мы сдадим еще 3 детских садика. Вот один в Красково, 120 мест. Ясельная группа там тоже, да, предусматривается? Будем, да, делать это до конца года. И на улице Урицкого там детский садик на 200 мест. И это детский садик в микрорайон, в самолет мы говорим, и там есть большая потребность, потому что микрорайон развивается, застраивается. И мы там сдаем детский садик, тоже, думаю, где-то к концу года, 280 мест, включая, конечно, ясельные группы. Поэтому мы все время в движении, мы, конечно, двигаемся, но суть в том, что и жизнь на месте не стоит. Я вам скажу, мы вот такой делали анализ, у нас где-то детишек стало в раза два больше именно в детских садах. Так, цифры сейчас я точно не помню, чтобы я тут, мне никто не обвинил, что я, но я смотрел, если взять 2005 год, и сегодня 2018, то детей сегодня в садике в два раза больше. Это говорит о том, что и район развивается, или наш город с поселками развивается, рождаемость увеличилась, это тоже правда. Программа «Материнский капитал» действует. «Материнский капитал» эта программа работает. Поэтому мы в развитии достаточно хорошей динамики. Мне подсказывает, у нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот у нас есть пруд Ухтомского, есть на это, благоустроенные там тротуарчики, скамеечки, покрасили. Но в пруде нет воды, одна тина там, и начал уже вонять, запах пошел туда. Планируется ли какое благоустройство этого пруда, или нет? Представьтесь, пожалуйста. Пустьков Николай Константинович. Николай Константинович. Улица Новая, дом 14, квартира 3. Николай Константинович, вопрос, конечно, понятен. Мы сегодня пытаемся привлечь группу специалистов, чтобы каким-то образом понять и посмотреть. Мы же там даже пробурили скважину. И пытаемся заполнять водой скважины, и тоже не получается, потому что и лето такое стояло без дождей, и вода куда-то уходит. Понятно, что старожилы помнят в свое время, мне говорят, я-то этого не застал, и примет этого не было, но говорят, что когда-то вот это место, даже была вода проточная, было много родников. Но учитывая то, что, понятно, когда-то в Люберцах там и домов не было, дома застраивались, тем более многоэтажки, тем более многоэтажки это и земляные работы, это и какие-то сваи и прочее. Поэтому понятно, что, я так думаю, что-то произошло с подземными водами, и родники исчезли, родников сегодня нет. Ну, а стройка там в тех местах ведется, не бывает даже в тех. Вот мы возьмем даже через железную дорогу, и там тоже пошла стройка. И когда там пошла стройка, вода начала пропадать, потому что мы же не видим, как идут подземные реки. Вот там тоже что-то происходит, и понятно, что это там тоже, надо сказать, как-то по-другому начинает течь, где-то тоже как-то по-другому эти реки там как бы двигаются. И у нас сегодня стоит задача привлечь специалистов и максимально принять какие-то меры, чтобы восстановить Ухт-Томский пруд. Такая задача передо мной стоит, и это она непростая, потому что, если пойти по пути, я условно говорю, фантазирую, потому что я со специалистами общался, значит, делаю там глиняную линзу, пытаются как-то, скажем, чтобы вода уже в землю не уходили. Это непростая ситуация, непростой труд этим надо заниматься. И, понятно, закачивать насосами воду из-под земли, потому что родников нет. И это все вопросы такие, они непростые, они дорогие. Ну, я думаю, что со специалистами мы отработаем и, понятно, доведем до наших жителей. Я напоминаю, мы в прямом эфире, вы можете задавать свои вопросы, позвонив в нашу студию, телефоны 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Также на нашем сайте www.lrt.tv ведется прямая трансляция, и также вы можете задать там свои вопросы. Вопросы уже поступают, Артем Гольцов, я чуть позже задам этот вопрос. И помимо этого в сети Инстаграма, в нашем аккаунте LRT TV, вы также можете оставить свой вопрос. Владимир Петрович, ну вот мы сегодня тему будем рассматривать в разрезе нескольких лет. Наверное, это будет правильно, потому что так более четко и более, наверное, понятнее цифры, когда они идут в сравнении. Вот давайте, раз уже затронули тему ЖКХ, и к ней перейдем. Вот скажите, что было сделано за летний период, как идут ремонты, капитальные ремонты? И давайте это все-таки рассмотрим с точки зрения, опять же, прошлого. Если учесть, что в 2014 году у нас появился региональный оператор, как раз вот он и позволяет капитальный ремонт домов немножко по-другому ремонтировать. Собираются средства. Вот с точки зрения, оправдал себя региональный оператор, стало лучше? Как вы считаете? Ну, видите, так уж получилось, что я какое-то уже время работаю, и начали заниматься капитальными ремонтами домов где-то с 2014 года. И я помню первый год, когда мы начали этим заниматься. Это, ну тут эфир не скажешь, и это могут только понять люди, которые немножко работали в производстве или где-то в сфере какой-то стройки, ремонтов, потому что появлялись какие-то компании, потому что все же идет через аукционы, которые не имели опыта, либо имели на расчетном счете, там, скажем, установки капитала 10 тысяч рублей, были зарегистрированы где-то там, скажем, где-то во Владивостоке, а тут непонятно, какие-то группы приезжали, мы их не могли ни найти, ни догнать. Это были такие хождения по мукам. Я проводился ряд совещаний, мы это вытаскивали, я даже не буду говорить, как, значит, с крепким там и словом и прочее. Это были повторяем муки. Но было принято решение и губернаторам на уровне правительства области перейти на немножко другой системе управления, другой системе решения этой проблемы, капиталя ремонта домов. Поэтому эта тема была передана, потому что этой темой в 2014 году занималось Министерство строительного комплекса, которое немножко далеко от ЖКХ. Эта тема была передана Министерству ЖКХ. Вот министр Хромушин Викторе, достаточно, я оцениваю, такой толковый, я бы сказал, без всякого бахвальства и талантовый человек, потому что он хороший управленец, вокруг него достаточно хорошие продвинутые люди, его заместители. Было принято решение, в том числе по генеральному подрядчику, значит, есть и фонд капитального ремонта. Сегодня все это взаимодействует, работает и оценивает достаточно очень четко, очень прагматично. И генеральным подрядчиком была выбрана организация ЛГЖТ, это наш Люберецкий городской жилищный трест, который занимается ремонтом домов не только у нас на территории Люберецкого района, но и в целом ряде других территорий, включая и Раменская, и Жуковская, и, по-моему, даже в Балашиху туда заходит. Но нас это меньше интересует, нас интересует наш фонд. А у нас жилой фонд, чтобы я не соврал, по-моему, где-то 2067 многоквартирных домов. Это такая статистика. И, значит, у нас ежегодно в ремонте не менее 100 домов, вот по этому году, по-моему, 113 домов. А так за вот эти, будем говорить, 15, 16, 17 год, ну и там чуточку мы, 14 год было очень неудачным, мы отремонтировали 443 домов. И можно посмотреть эти дома до и сегодня. И уже второй год вопросами, как подрядчик, генеральный подрядчик, наш ЛГЖД выступает. Что такое генеральный подрядчик? Это структура, которая на себя берет основные функции, полномочия по ремонту дома. В этой структуре должны быть люди, должна быть техника, должен быть инвентарь, должны быть какие-то профессионалы, которые в состоянии, если хотите, то и штукатурить, и красить, и заниматься другими работами, включая кровли, включая, значит, ремонты фундаментов, потому что капитальный ремонт, что входит? Это фундаменты, это наружные стеты, это сены, да, лифты, ну, на лифты нанимается другая организация, потому что она специализированная, это работа лицензируемая, потому что это объекты такие сложные, требуют сложного технического подхода, поэтому лифтами занимается другая структура, которая тоже, скажем, подобрана или найдена фондом капитального ремонта. И кровли, крыши, они разные, бывают и скатные, бывают плоские, и сегодня в ЛГЖТ все это есть, потому что и самое главное, в ЛГЖТ есть инженерная база, специалисты, и есть необходимая материальная база, потому что надо же быть и, извиняюсь, и пилорамы, и какие-то станки, инструменты, и какие-то сварочные аппараты, и много всего. ЛГЖТ всем этим обладает, это есть в наличии, поэтому я оцениваю, что эта работа достаточно делается на уровне, профессионально, тем более ЛГЖТ делает в основном, это самая крупная у нас укралочная компания, для себя, поэтому стоит задача, если ты делаешь кровлю, то ее надо делать добротно, и чтобы она не текла, что у нас же, когда были подрядчики не наши, и я помню, когда вскрыли, скажем, кровлю вскрывают, а уже сентябрь месяц, и пошли дожди, и начинают топить квартиры, и тут только, ну я уже извиняюсь, значит, надо брать какие-то там, хоть автомат в руки, и как-то этих людей обязывать, а они тоже руками разводят, потому что они, как правило, не специалисты, где-то с улицы найдены, еще есть инвестер Российской Федерации, по найму приехали сюда подработать, и круг замыкается, поэтому мы от этой темы ушли, на сегодняшний день оцениваем, все у нас происходит на уровне, поэтому в этом году 113 домов, мы уже порядка отремонтировали, по-моему, точно, это полностью 100%, 31 дом, где-то домов, наверное, 30 находятся в стадии ремонта, и я так думаю, что мы эти работы должны до декабря завершить, но в целом это работа в движении, и мы понимаем, что делать, как делать, и я думаю, что эта работа будет исполнена, потому что все вопросы, связанные особенно с кровлями, они, по сути, подходят к завершению. Я напоминаю, мы в прямом эфире, вы можете задавать свои вопросы, как по телефонам студии 8 498 642 19 50 и 8 498 642 19 52. Также на нашем сайте ведется онлайн-трансляция, вы можете задавать свои вопросы, и в нашем инстаграме, в информационном сообщении прямой эфир, также можете оставлять свои вопросы, в течение эфира их посмотрю и, возможно, задам. Владимир Петрович, продолжая тему ЖКХ, по сути, на данный момент ведется приемка и получение паспортов готовности к зиме. Вот сколько котельных в ИЗУ городского округа было запланировано построить, отремонтировать, как они готовы и справились с планами или нет? Отремонтировались, построились? Ну, я уже сказал, у нас 2067 многоквартирных домов, на все дома есть паспорта, готовность к зиме. То есть жилой фонд к зиме готов. Но соцобъекты вообще, наверное, готовы, да? Соцобъекты это в первую очередь, потому что касается школ, то мы можем, чтобы пошел учебный процесс, и детские сады, и школы, мы должны, иначе мы не можем начать учебный процесс, это в первую очередь. Поэтому социальные обедки все, жилой фонд полностью. Теперь есть вопрос инженерных сетей. Это и котельные, и все, что касается, скажем, вот, все, что в земле, там, трубы и так далее, вода, канализация, тепло. Это на процент 95 готово и проверено. Что касается котельных, а у нас котельная 80, одна котельная, и вот сегодня я буквально этой темой занимался, 72 котельных полностью готовы. Осталось буквально, получается, 9 котельных. Я надеюсь, что в течение той ближайшей недели мы тоже завершим, потому что стоит задача, и я такую задачу себе ставлю своим коллегам, 20 сентября начать пробные пуски тепла. Потому что мы даю себе отчет, что мы же в такой зоне живем, мы все-таки северная страна, и иногда, может быть, 1 октября и тепло, и, может быть, даже плюс 15, да, но были случаи, где 1 октября и минус, может быть, и снег уже падает, это тоже. Поэтому ставится задача 20 сентября пробные пуски тепла, дабы с 1 октября быть полностью готовы к зиме. Будет тепло, ну, пусть им позже. Замечательно, да, пусть еще продлится немножко. Это что касается котельных. Что касается ВЗУ, у нас ВЗУ, по-моему, порядка 30 на сегодняшний день, насколько я по памяти скажу, значит, 27 готовы. Тоже тут пару дней мы до конца все доведем. Что касается электросетевого хозяйства, значит, это тоже все, как бы, готово. И мы что делаем, что касается и вода, и канализации, электричества, тепло, значит, мы всегда где-то в конце сентября, в начале октября делаем смотры. Делаем смотры, скажем, готовимся к зиме. Поэтому отдельно я приезжаю со своими коллегами, к этому смотру готовится, скажем, теплосеть, либо водоканал, значит, где коллектив предъявляет вот этой комиссии, которую я возглавляю, что у них есть в наличии для работы зимой. Особенно, что касается аварийных групп, аварийных бригад. Потому что, что бы мы ни говорили, зима у нас и длинная, и разная может быть, и я уж постучу вот так по столу, да, но суть в том, что без аварий почти никогда не обходятся. И когда возникает авария, то я перед собой ставлю задачу, говорю своим коллегам, что бы даже авария произошла, что бы жители этого не заметили. Если где-то порыв на теплотрассе, и она быстро ремонтировать, если какой-то сбой в котельной, то это надо делать быстро, чтобы люди не заметили, что батарея остыла. И у нас, я не хочу на себя там и говорить лишнего, но у нас как-то это получается, и мы будем стремиться вот этот уровень, который мы к нему пришли, удержать, потому что специалисты есть. Поэтому такие смотры пройдут в теплосети, в водоканале, электросеть. И мы, скажем, уже, наверное, с прошлого года ввели некую практику. Ряд крупных управляющих компаний тоже мы проводим такие смотры. А что есть управляющая компания? Как она к зиме готова? Но прошлая зима показала управляющие компании разные. И такие компании, как ЛГЖТ, либо ЛУК. И даже вот мы много боролись и долго с компанией ПИК Комфорт, Союз Люберц, это зимой весь микрорайон. Тем не менее, даже в прошлом году они к зиме подготовились. Но есть ряд других компаний, особенно в наших поселках, которые к нам были присоединены в прошлом году, и мы стали городским округом. Зима показала, что готовность слабенькая или почти ее не было. Мы там, скажем, пытались найти и находили крепкие слова, и доходило до ругани. Лопат не было, чтобы снег чистить. Поэтому тоже сейчас стоит задача. Мы где-то начали октября. Я объеду все управляющие компании на предмет готовности к зиме. Более того, я даю себе отчет, что управляющая компания не может держать при себе там с десяток самосвалов на вывоз снега. Потому что у нас бывают случаи, это такие случаи в один-два, зимой точно бывает, когда выпадает за сутки месячная норма. И понятно, что жители еще терпят эти первые сутки, потому что все понимают, что выпала месячная норма. Но когда проходят сутки, и вторые, и не убираются, понятно, что жители бьют колокола. Потому что выехать не могут, выйти не могут. В же время говорят, особенно когда оттепли бывают. Прошлая зима, и по поселкам как раз ты показывала. Да, оттепли бывают, скажем, и наледи, и прочее. Поэтому мы должны проверить управляющие компании на предмет того, что у них все должно быть. Но и должны быть договора с какими-то строительными компаниями, с какими-то предприятиями дорожными, что в случае, когда выпадает обильное количество снегопада, договора должны быть, то они где-то берут один, два, десять самосвалов с трактором, с каким-то экскаватором, чтобы можно было справиться в такие дни, когда идет обильный снегопад. То есть мы эту всю работу как бы предвидим. Люди у нас в чем-то тренированы. И управляющая компания знает наши подходы. Мы ничего заоблачного не требуем. И я думаю, что к зиме в таком режиме мы тоже будем готовы. Мне подсказывают, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Игнатова Вера Мартыновна. Очень приятно. Какой у вас вопрос? Я проживаю на 115-м, улица Юбилейная, дом 4. Наш квартал весь отремонтировали. Приятно посмотреть. Красиво. Все дома красивые, хорошие. В нашем мрачном климате. Это очень даже радует зимой. Однако наш дом начали ремонтировать 2 года назад. Немножечко там покрасили. И приостановили работу почему-то. И все. Я ходила к начальнику ЖЭКа. Он мне сказал, что в прошлом году, он сказал, что как только начнется весна, сразу продолжит. Так и не продолжили. И один наш единственный дом стоит вот такой. Вера Мартыновна, какой у вас номер дома? Юбилейная 4. Дом 4 по Юбилейной. Дом 4. Я себе зафиксировал. Я постараюсь повлиять и навести там порядок. У вас там ЖЭУ-2 или как называется? Какое ЖЭУ у вас там? ЖЭУ какое? Скорее всего, ЖЭУ-1. ЖЭУ-1. Юбилейная 4, скорее всего, ЖЭУ-1. Хорошо. Так, еще один вопрос я задам. Он пришел на наш сайт от Артема Гольцова. Будьте добры, скажите, будет ли продлен 373-й маршрут до улицы электрификации? И какие новые маршруты планируются в микрорайоне «Самолет»? Ну, я так по памяти то не скажу, какие маршруты. Значит, другое дело, что я вопрос зафиксировал, и мы доведем. У вас же есть какие-то координаты? Да, все есть. Все на нашем сайте. То, что касается 373-го маршрута до электрификации, мы постараемся его продлить. Значит, и выйдем с таким предложением. Что касается микрорайона «Самолет», ну, по крайней мере, это отдельная тема, она непростая. По транспорту, что касается самолета, мы постоянно держим руку на пульсе, работаем, там есть активисты, ряд активистов, которые достаточно, ну, скажем так, не дают, скажем, просто сидеть или дремать в администрации, тем, кто этим занимается. Мы регулярно проводим встречи. У нас каждый вторник день транспорта, он начинает в 10 или в 11, надо смотреть. Мы это в сетях тоже отображаем. Поэтому можно принимать в этом плане участие. Поэтому я надеюсь, что с развитием микрорайона «Самолет» транспортное сообщение с Москвой будет тоже развиваться. У нас нет другого выхода. Тем более, я думаю, что где-то, ну, по крайней мере, Москва обещает, где-то вот должно появиться метро, значит, там рядышком. Да, по крайней мере, это вот так обещают. Даже было обещание, что... Но экскурсия была. Экскурсия в метро уже была. Да, ну, так по каким-то техническим причинам, я думаю, это неделя-две, но если месяц, то максимум метро будет функционировать. И мы обречены в том числе... В хорошем значении. Да, мы обречены в том плане, да, естественно, да. Значит, должно быть и транспортное, и пешая доступность до метро. Обязательно будем делать. Ну, давайте продолжим разговор и поговорим о дорогах. Это, наверное, тема, которая не обходится без... Ну, последний раз я не помню, чтобы мы ее как-то исключали. Вот тоже в сравнении, давайте поговорим вот за пять лет. Сколько тогда ремонтировалось и строилось? Сколько сейчас? Есть какие-то у вас сравнительные цифры? У нас где-то 528, по-моему, дорога, я по памяти скажу, да. Значит, это дорога бы много, но это порядка 280 километров. Потому что район у нас в целом, мне легче говорить район или городской округ сегодня, то есть Любрицы с поселками, мы запредельно густо заселенный, предельно урбанизированный район. И, казалось бы, дорог не такое же большое количество, хотя 500 дорог это много. И километраж 280 тоже как бы немного. Но в связи с тем, что дорог как бы немного, но мы примыкаем к столице, весь транспорт в Москву, из Москвы через Любрицы, транзит и так далее, у нас дороги перегружены минимум в три раза. Наши специалисты делали, то есть перегрузку. Дороги перегружены, идет жесточайший износ. Тем не менее, я скажу, что мы за это время отремонтировали порядка, по-моему, 106 километров дорог. Значит, или вру даже, так скажу честно, чтобы я был правильно понят по памяти, 106 дорог это порядка 83 или 84 километров дорог. Это достаточно немало, это хороший достаточно показатель в этом плане. Поэтому я вам скажу, мы только в этом году отремонтировали 38 дорог. Особенно мы такой ревок сделали в наших поселках, это Малаховка, Краскова. И более того, мы на сегодняшний день переходим к тому, что мы, скажем, делаем дороги, особенно в поселках, где были грунтовые дороги. И мы сегодня там делаем асфальтовые дороги, асфальтовые проезды. Люди это замечают, видят, и я думаю, что от этого получают удовольствие. Но у нас есть некие населенные пункты, где такая тема дорога, она кричащая. И это микрорайон самолета. Даю себе отчет, потому что та сторона северная, Зенитское шоссе, по нем там все развивается. И Марусина, и Машкова, и там дальше железнодорожный, и Балашиха примекает. И понятно, что транспорт стремится в Москву. Это узкое Зенитское шоссе, въезд в Москву. И понятно, что это и пробки, и так далее. Тем более, начал застраиваться микрорайон самолет. Кто поселился в микрорайоне самолет, это въехать-выехать тоже проблема. Поэтому мы буквально на днях открыли дорогу, значит, улицы Вертолетные на 2-ю Вольскую. Там более там 1300 метров дорога. Хорошая, современная, добротная. И мне немножко это движение развязали. И я надеюсь, станет в этом плане легче. Но у нас же есть определенные проекты. Это развитие, расширение Зенитского шоссе. Да, вот несколько вопросов как раз к нему есть. Да, к нему приступают. Расширяю, конечно, где-то к концу года приступят. Там не просто расширение, но и реконструкция Москва через реку Пехорка. Это тоже сложное инженерное сооружение. Тоже этим сейчас проект уже есть, специалисты будут заниматься. Поэтому реконструкция моста, расширение, это такое будет значительное улучшение дорожного движения. Следующий, и тоже сегодня уже проект сверстан. Я надеюсь, что в следующем году приступят к расширению Октябрьского проспекта. И я об этом уже говорил, еще раз хочу подчеркнуть. Это все по программе губернатора. Мы находимся в пилотном проекте. И эта тема, ей особо уделяет внимание Андрею Юрьевичу, я постоянно говорю, что люберцы, они не загружены по транспорту, они перегружены. И суть в этом, что надо что-то с дорогами делать. Поэтому это Зенитское шоссе, я о нем назвал. Октябрьский проспект расширения. И я уже об этом говорил, жители должны знать. Это будет как бы эстакада от Вечного огня. Второй ярус пойдет, и где-то он выйдет за кинотеатром Октябрь. Перед путепроводом мальчики. Поэтому вот движение будет на Смирновскую, на Комсомольский проспект. Не будет светофоров, не будет, скажем, съездов. Значит, просто будет движение идти поверху, будет в два яруса. Поэтому это будет совершенно другое движение. Сегодня проектируется 9 подземных переходов, дабы уйти от светофоров в Люберцах. Поэтому совершенно другое движение будет. Ну и сегодня есть проблема Новорязанского шоссе. Те, кто проживает, особенно в поселке Октябрьский, либо пытается выехать к родственникам, либо на дачу в сторону, скажем, там Коломны, либо Рязани. Понятно, что пробка перед Октябрьским проспектом. Эта пробка порой начинается в Люберцах и до поселка Октябрьский. Даже дальше? Да, даже дальше. Поэтому тоже этим занимается напрямую, плотно Андрей Юрьевич Воробьев, губернатор, потому что Октябрьский, значит, Урал-5, это Новорязанское шоссе, это федеральная дорога. И сегодня, по сути, есть предпроектное решение. Сегодня отрабатывается проект, обход поселка Октябрьского. Тоже там мост через Москва-реку. Мост это сложнейший, тем более Москва-река-то не река, Пехорка. Поэтому я надеюсь, что если в следующем году приступят к расширению или обход поселка Октябрьский, то я надеюсь, что дорога непростая, потому что мост, должны сначала мост сделать, то я думаю, что в 2022 году мы совершенно получим другое движение и по Урал-5. Поэтому таким образом, если мы говорим, то если будут решены вопросы и Октябрьского проспекта, и Урал-5, а дальше Зенецкое шоссе, а дальше должна пройти дорога от Кольцевой дороги по северу в сторону Горьковского шоссе, чтобы расшить, включая Егорьевское шоссе. Поэтому сбросы будут транспорта, скажем, Сегорьевского шоссе на эту дорогу, которая выйдет на Кольцевую дорогу, пройдет мимо, там, скажем, где район, микрорайон, самолет, вот в той, где там, за Некрасовкой. То есть совершенно будет другое движение. Поэтому я надеюсь, ничто не стоит на месте, все в развитии. Поэтому в перспективе транспорта, что касается транспорта, развитие такое очень активное и интенсивное. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. Вы можете задавать вопросы, как по телефонам студии, сейчас титр выведут на экран, а также на нашем сайте и в сети Инстаграм, в информационном поле прямой эфир. Владимир Петрович, моя коллега Луиза Игиразарян подготовила сюжет, используя архивное видео, пяти летней давности Люберец. Вот я предлагаю посмотреть, то, что было пять, там, четыре года назад. Не знаю, может кто-то поностальгировать, но, честно говоря, я не особо хочу ностальгировать, но очень мне понравился сюжет. Посмотреть надо. Давайте посмотрим. Хорошо. Вместо старых и неприглядных киосков – современные павильоны единого стиля. Вместо забытых и заброшенных участков – уютные скверы и достопримечательности. Если сравнить Люберцы пять лет назад и сегодня, то можно с уверенностью сказать – это два разных города. Действительно, вот как выглядели объекты торговли раньше и вот как выглядят сейчас. С 2016 года в Люберцах началась масштабная работа по ликвидации киосков, которые портят вид города. Демонтаж нестационарных торговых объектов проходит и по сей день. А это значит, что округ продолжает становиться лучше. Центральный парк тогда и сейчас. Власти города признают – до него никак не доходили руки. Однако осенью прошлого года стартовала реконструкция главного места отдыха и развлечений. Сегодня это живописный и современный парк, где можно отвлечься от городской суеты. У нас нету больше таких парков ближе к Томилино. Так что будем приезжать сюда частенько. Вместо ветхого фонда – современные детские сады. Раньше на этом месте был аварийный дом. Сегодня здесь расположено дошкольное учреждение. Его открытие состоялось совсем недавно. Пешеходную зону у железнодорожной станции практически не узнать. Сегодня здесь нет лишних рекламных вывесок, а также приведена в порядок территория вокруг станции. Раньше на этом месте была незаконная постройка, которую в народе называли «шайбой». В марте прошлого года заброшенный объект демонтировали. В центре города с каждым годом появляется новая изюминка. Скульптуры и памятники украшают сердце Люберец, а яркие цветы радуют глаз Люберчан. Вот как выглядел сквер на Октябрьском проспекте до благоустройства, и вот как он выглядит сейчас. Красиво, всё хорошо. Очень спасибо администрации города, что сделали такой двор. Меняется в лучшую сторону не только центральной магистрали, но и придомовой территории. Такую картину за окном можно было наблюдать пять лет назад. Старые изношенные детские площадки, неблагоустроенные участки вокруг многоквартирных домов. Сейчас вид из окна многих Люберчан выглядит совсем иначе. Ну вот по сути разница в этом сюжете в видео пять лет было. И вот то, что есть сейчас, как вы думаете, впечатляет? Вообще вот ваше ощущение, ваше впечатление? Просто когда она сделала, я, ну блин, ну действительно два раза. Ну видите, так человек устроен, что всё, что происходит, и оно же происходит не мгновенно, а это постепенно, изо дня в день, из года в год, и идёт, скажем, прибавка во всех этих делах, и детские, и спортивные, и дома, и дворы, и прочее. Поэтому особо не это как бы не замечаешь. Либо человек сразу привыкает, ему такое чувство, и у меня надо... Уехать, а потом вернуться, да, и посмотреть. Так было всегда. А когда вот телевидение, значит, видеокамера позволяет снять и показать, что было и что стало, и я вам скажу, где-то я по себе это понимаю и знаю, и чувствую, и я какое-то время работаю, и ту динамику, которую дал при всех там, у нас же много... У нас власть по большому счёту никто не любит, я уже об этом говорил. Но суть в том, что как бы мы кого-то любили или не любили, есть объективная реальность. Она заключается в том, что вот с приходом губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва целый пласт проблем, значит, он был снят, эти вопросы решаются более динамично, более чётко. Понятно, что каждый день даёт свои проблемы, возникают свои вопросы, и эти вопросы будут всегда, сколько жив человек, но эти вопросы надо решать. Поэтому вот то, что вот сейчас было показано, это в этом по большому счёту заслуга команды Андрея Юрьевича Воробьёва, значит, понятно, что зачастую он понуждает, я за все слова отвечаю, в том числе и глав, потому что надо двигаться с ногу со временем, надо решать вопросы, которые касаются жителей. Ну и я скажу так, как шагнули вперёд вот всевозможные информационные технологии, всё, что касается социальных сетей, сегодня молодые люди, ну, я не говорю, там 20-30 лет, но, по сути, уже и старше, они сидят в социальных сетях. Сегодня есть Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, я не говорю про всякого рода почты и так далее, где про сайты разные, и поэтому сегодня масса вещей решается в виртуальном пространстве, в режиме онлайн. Поэтому сегодня активные жители, они не пишут письма, скажем, там, главе, они сразу в сетях, они могут там высказать свои мысли, своё мнение, свои требования. Если не слышит эти требования, скажем, глава, то для этого есть губернатор, он видит, что с губернатором что-то там тоже, он считает, что так не решается, пишет президенту. И понятно, сегодня вся власть, она работает таким образом, что всё отслеживается в социальных сетях. И я ставлю перед собой задачу, ставлю перед своими коллегами, всё, что происходит в социальных сетях, мы реагируем, мы пытаемся, по крайней мере, быть настолько оперативными, и те вопросы, которые от нас зависят, мы пытаемся эти вопросы решать. Даю себе отчёт, что не всё можно решить, но есть какие-то планы, планирование, всё, что касается, особенно, социальных объектов, эти все вопросы на контроле и у губернатора, и у правительства, и мы планируем, потому это вопросы садиков, школ, я не говорю, там, дороги, дорожное хозяйство, капитальные ремонты, там, или в целом вопросы ЖКХ, то всё это в каких-то планах, и жители на это очень болезненно реагируют, если что-то не так. Сразу в социальные сети, в социальные сети взрываются, потому что если что-то не так, то ли там пробки, то ли какие-то проблемы, то ли это медицина, то ли это питание в школе, то ли какая-то проблема с очередностью в детские садики, и понятно, что сегодня всё прозрачно, всё компьютеризировано, всё прямо на поверхности, всё максимально открыто. Поэтому в этом плане я оцениваю, что для жителей в целом, для человека стало гораздо лучше с точки зрения контроля за властью всех уровней. Поэтому на сегодняшний день я хочу сказать, что надо дать должное, всё, что происходит, на это влияет жители, должны влиять и требовать внимания абсолютно ко всему. А наша задача эти вопросы решать. Поэтому то, что было показано, то, что было 5 лет назад, и сегодня эта динамика, но, повторяю, к этой динамике привёл и, по крайней мере, руку на пульсе держит в таком хорошем организационном плане губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв. Это без всякой лести, и я говорю, как есть. Потому что наши жители, они же, кроме Люберец, они приезжают куда? В Мятищу, в Балашиху, скажем, в Луховицы, кто-то в Химке. И не то, что мы говорим, что в Люберцах такие изменения. Изменения повсеместно. Это и городское пространство, это парковые зоны, это рекреационные зоны. Поэтому мы в Люберцах что-то сделали, я не говорю, что сделали, но нам предстоит ещё сделать очень много, у нас очень задач много, проблем много, недостатков много, над этим надо работать, мы знаем, поэтому эфира не так много, чтобы я об этом рассказывал, но мы будем стремиться, и мы ориентируемся на жителей. Потому что мы любые темы, которые, скажем, поднимаются в городе, то ли обустроить что-то, то ли парк сделать, то ли улицу назвать, вот какую-то мы сейчас вот называем. Мы советуемся жителям, жителями, и на них ориентируемся. Ну, у нас, наверное, жители точно все в соцсетях, потому что вот основные вопросы идут как раз через соцсети. Вот ещё один вопрос такой хочу вам задать. В самолёте отказываются проводить новых интернет-провайдеров, кроме Ростелекома, никого не пускают. Проводить поверх домов кабель провайдерам не запрещают, а канализации, которую владеет Ростелеком, не пускают, якобы из-за неправильно оформленной документации. То есть, по всей вероятности, речь идёт о том, будут ли ещё какие-то другие провайдеры, потому что, насколько я помню, по закону должно как минимум быть два. Два, да. Два и более. Давайте так, я себе вопрос зафиксировал. У меня там есть коллеги, они это запишут. Я постараюсь, потому что микроэнер-самолёт, он в развитии, и, понятно, целый ряд вопросов решает застройщик. И он, исходя из своих воззрений, это тоже всё проходит через аукционы, именно застройщик заключает договора с определёнными провайдерами, а дальше начинает работать управляющая компания. Я этот вопрос зафиксировал и попытаюсь с ним разобраться. У нас до конца эфира остаётся буквально несколько минут, и мне бы хотелось остановить ещё внимание на тех двух мероприятиях, которые в ближайшие выходные будут. Это 8 сентября, день города-округа, и 9-е – это выборы. Давайте вот с 8-го начнём. Пользуясь своей должностью, я знаю, что будут изменения. Не совсем традиционно пройдёт, поэтому вам рассказывать. Я думаю, что всегда, сколько мы тут проводим подобные мероприятия, и до нас это всё проводилось, мы стремимся, чтобы это был праздник. Потому что день города, а в этом году 395 лет, всё-таки это юбилей. Я оцениваю всё, что заканчивается на 5, и на 0 – это юбилей. Поэтому Люберцам 395 – хорошая, замечательная дата, хорошая история. И у нас есть свои герои за все эти годы, свои какие-то традиции, которые образовались. Много очень коренных люберчан со своей историей. Есть и какие-то, уже на сегодняшний день, и семейные целые традиции, ко мне многие подходят. Есть в этом плане, скажем, такой семейный подряд, который работает в швере династии, в швере учительства, здравоохранения. И на наших заводах разного, там и вертолётный завод и так далее. То есть есть. На нашем Люберецком комбинате там есть несколько династий. Поэтому я могу сказать, что мы, исходя из этой истории, так как сложилось на территории города, а мы не только день города, но городского округа, и во всех наших посёлках пройдут эти мероприятия, и мы стремимся, чтобы это было праздничное, красивое, и на самом деле, как день рождения. Поэтому мы планируем праздник начать где-то в 13 часов, как всегда, сбор на площади, где администрация и триумф. Тем более мы сегодня привели в порядок парк культуры, которого не было такого порядка, я оцениваю, не было, ну, сколько я тут нахожусь и живу. Ну, давно. Да, ну, был, но было немножко по-другому. Ну, по-другому, да, он сейчас совсем другой. Да, сегодня это немножко другая территория, и немножко по-другому она ухожена. Так, говорится, не стыдно показать. Обустроена, да, и можно прийти на каблучках и походить, потому что раньше мышка была другая. Поэтому я надеюсь, что будет хорошая, во-первых, погода. Поэтому начало в 13 часов, а дальше будет и концертная программа, и всевозможные увеселительные, развеселительные мероприятия. Много будет очень, скажем, таких мероприятий для детей. Мы установили карусели, это всё будет работать. Будет очень много разных спортивных мероприятий на стадионе Торпедо. Значит, мы даже, тут будет, скажем, такие, будут некие кулинарные сюрпризы, где можно, скажем, будет попробовать, скажем, разные, скажем, блюда разных, там, скажем, кухонь. И это будет, я думаю, и красиво, и вкусно, и полезно, самое главное. Главное, что голодными не останутся. Ну, я уже говорил, концертная программа. Вот мы планируем, вот есть такое, ну, многие знают, Марина Хлебникова мы приглашаем. Это, значит, группа... Стас Костюшкин, да, по-моему? Ну, Стас Костюшкин. И, по-моему, мы ещё приглашаем группу... Доктор Ватсон. Доктор Ватсон. И наши доморощенные артисты, это Александр Чайка, это Татьяна Матвеева. То есть, это будет... Но, я скажу, для меня всегда это украшение, и где-то есть какая-то сентиментальность и душевность, когда детишки. И у нас будет очень много концертных номеров, которые готовят наши дети, наши школьники. Они к этому готовятся, поэтому у нас есть, что показать. У нас очень много кружков, хореография и вокал, значит, и наши, скажем, и есть ветеранские, скажем, которые там поют, значит, хор и прочее. Да, поэтому всё это будет представлено на день города, будет красиво, весело. И я думаю, что завершим это мероприятие в 21 час салютом, красочным, как всегда, тоже мы это всё готовим. Но салюты также будут и по посёлкам. И по посёлкам обязательно, чтобы никого не обижать, потому что люди ждут. Ну, кто-то приедет в Люберцы, а кто-то будет, скажем, есть в посёлок Октябрьске. Там должен быть салют и свой праздник, естественно. Остаётся очень мало времени, но, тем не менее, звонок ещё приму один. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Надежда Викторовна, я жительница дома по улице Льва Толстого, 6А. У нас проблема. ТСЖ с таким названием, говорящим, новой жизни, захватила весь двор между тремя домами. У Рицкого 15, у Рицкого 5, собственно, это ТСЖ принадлежит к этому дому, и Льва Толстого. То есть весь общий двор они огораживают забором. Сейчас забор стоит на половину общего двора, даже две трети, и они уже прорыли траншею, ставят свой забор по всей общей территории. То есть у дома номер 6А Льва Толстого и у Рицкого 15, ни детской площадки нет, которые в прошлом году сломали, сказали, что сделают новую, а теперь её просто не собираются делать, как мы поняли. Мы уже тут собираемся каждый день и буквально дежурим, чтобы этот забор просто, как бы мы не вышли утром и не оказались за забором жизни. Пожалуйста, возьмите этот вопрос на контроль. Хорошо, давайте так договоримся. Я себе вопрос записал. Если вам не трудно, оставьте свои координаты. Мы постараемся создать какую-то группу и понять, что происходит, кто на что претендует. Понятно, что сегодня есть закон о собственниках дома, есть территория дома, земельный участок под домом, он кадастрирован и так далее. Но это не должно мешать соседям в проходе, в проезде, особенно, скажем, спецтранспорта, скорая, пожарная. Поэтому мы разберемся и этот вопрос обязательно решим. Ну и напоследок поговорим о 9 сентября. Да, этот вопрос, скажем, достаточно важен. Видите, так получается, день города 8, а 9 выборы. Как раз так передекаем праздник. И выбор это тоже праздник. Кто помнит, в советские времена это был по-настоящему праздник. Это духовые оркестры и так далее. На сегодняшний день мы тоже готовимся к этому как к празднику, некому политическому действию, событию. Поэтому мы с вами определяем некий такой исторический отрезок времени на 5 лет, кто же будет управлять территорией. И я не буду далеко ходить, мы же ездим по стране и не хочу никого приводить в пример и кого-то сравнивать. Но я даю точно и четко себе понять, что происходит в области за 5 лет. Поэтому надо к этому отнестись и добросовестно, и с пониманием, потому что мы определяем судьбу свою, территории и Любриц в частности на ближайшие 5 лет. Поэтому, конечно, надо прийти на выборы. У нас все-таки более 233 тысяч избирателей, у нас 164 участка, 67 мест для голосования. То есть мы таким образом стремимся, чтобы человек, проживая где-то на территории в своем доме, чтобы у него пешая доступность дойти до участковой комиссии и отдать свой голос. Это сложилось исторически. Поэтому на сегодняшний день все избирательные участки у нас готовы, избирательные комиссии готовы, списки готовы. Поэтому осталось дело за малым. Нашим жителям в воскресенье найти время, до 8 вечера прийти и отдать свой голос с пониманием, и это без всякой иронии, без всяких шуток, на самом деле отдать свой голос и определить, чем же мы будем заниматься в ближайших 5 лет. Чтобы в Любрицах было и чисто, и светло. А у нас очень много планов, я их, наверное, говорил. Это, начиная с Зенецкого шоссе, это Октябрьский проспект, это Урал-5. Мы в планах, у нас это реконструкция стадиона, торпеда. Это реконструкция дома культуры и со строительством хореографической школы. Я уже не говорю о массе других проблем. Мы только должны создать порядка 14 парковых зон. У нас только три парковых зона сегодня. Мы определили, мы забрали землю, или мы сегодня документы оформили на землю. Плюс лес фонда и будут парковые зоны. Во всех наших поселках, я могу только перечислить, эта парковая зона будет минимум две в Малаховке, в районе Малаховского озера и за Малаховским экспериментальным заводом. В поселке Октябрьский парковая зона порядка 30 га в сторону поселка Мирного. Берем угодья от леса порядка 30 гектар и будет парк, будем строить. Значит, две парковых зоны будет поселок Красково. Это вот парк Победы, даже три там будет. Парк Победы, это который примыкает к Красковскому вот этому карьеру. Второй в районе Коренева, там за домами, которые вот построены. Новые там, значит, эти дома строила такая держава, кто знает Коренева. И еще один такой лесной массив по улице, вернее, по Егорьевскому шоссе, ехают в область за больницей, там лесной массив и тоже там будет парк. Но еще есть два водоема в Красково, значит, не водоем, два водоема в Красково и Малаховка. Малаховское озеро мы обустроим и там рядышком тоже развеем парк. И водоем, это Кореневский карьер, и мы планируем его тоже обустроить. И эти все вопросы, я так долго рассказываю, они могут быть и состояться при софинансировании, при участии, при поддержке правительства Московской области. Поэтому, ну, дорогие друзья, я хотел бы искренне и просить, и найдите возможность прийти на выборы 9 сентября. Потому что от этого зависит наше будущее. Ну, будущее не только Подмосковье, но и в частности нашего области. Скажем, понятно, что можно говорить и о России, и о Подмосковье. Я говорю о маленьком Люберецком городском округе, городе Люберца, нашей поселке, Томилино, Малаховка, Красково-Октябрьский. Просто надо прийти, проголосовать, и ряд вопросов будет решаться гораздо проще и легче именно администрации. Администрации городского округа. Поэтому я вас приглашаю, не будьте безразличными. У нас бытует мнение зачастую. Все уже решили. Что там делать? Я вам скажу по секрету, никто никогда ничего не решает. Решают люди, решают голоса. Поэтому каждый голос на счету. Поэтому, дорогие друзья, приходите 9 сентября на выборы. Конечно же, в день выборов мы готовим тоже целый ряд таких и культурных программ. Это, понятно, и музыкальное будет такое сопровождение. И мы приглашаем в школы, в школы, в школы, в школьники делают определенные концерты, всякие выставки будут проходить, вплоть до того, что будут участвовать коллективы из детских садиков. То есть будет работать торговля, естественно. То есть мы будем стремиться создать праздничное настроение. Но вот под это праздничное настроение надо просто взять человеку, выйти с квартиры, дойти до избирательного участка. А лучше не уходить с восьмого, да, чтобы сразу с праздничным настроением. Ну, нет, если не уйти с восьмого, многие могут не дойти до девятого. Лучше уйти с восьмого, хорошо отоспаться, отдохнуть, и со свежими силами прийти, отдохнуть тоже, погулять, проголосовать. Не забыть паспорт, потому что только с паспортом можно голосовать. Поэтому, дорогие друзья, я вас искренне приглашаю. Приходите и выбирайте свое будущее. Ну что ж, эфир заканчивается. Спасибо вам огромное, что вы с нами были, провели этот час. Мы подвели некий такой итог за пятилетнее развитие округа. Надеюсь, что вы придете к нам в следующий раз. Ну, вы приглашаете, я всегда прихожу. Спасибо. На сегодня это все. Всего доброго. До свидания. И еще раз напоминаю, не забудьте про 9 сентября прийти и отдать свой голос. Спасибо, Светлана. Всем самое доброе пожелание. Приходите 8-й на День города и 9-й на выборы. Всего доброго. С вами доброе пожелание. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова